В центре Рязани в неприметном магазинчике также тихо и неприметно торговали так называемым «насваем» – суровой и никак не полезной смесью извести, птичьего помета и прочей дряни. Уж чем она привлекает потребителей, сказать трудно. Ну, наверное, есть любители куриный помет пожевать. Так что тут поделаешь? Еще не таких чудаков знает человечество. Но если продукт запрещен к продаже, то торговать им значит закон нарушать. Впаривала покупателям этот самый «насвай» женщина вполне зрелых годов. Согласитесь, в 49 уж как-то неловко говорить. Ай, ничего не знаю, книжек не читаю, простите уж мою головушку. И тем более, если торгуешь запрещенной дрянью из-под прилавка. А дело было поставлено технологично и аккуратно. Оперативники отыскали все под тем же прилавком 22 пакетика с гранулированным «насваем» общим весом более полукило. Я не знала, что это ерунда. Да, я поделаю. В какой цене реализовывали продукцию? 30 рублей. За пакетик? Да. То есть вы не знали, что это? Ну, мне сказали, это как сигареты курительные снижки. А кто сказал? Ну, первый человек, который приносил. Когда уговаривал, что я его продавал. Ну, вы знали этого человека? Ну, я не знала, он просто, где я говорю, раньше-то есть продавал, кто-то тоже продавил. Данная продукция изъята, возбуждена административной расследованием, предусмотрена статьей 453, ч. 2 КУАП РФ. По фактам проводится проверка, в ходе которой устанавливается, откуда данная продукция поступила на территорию Рязанского региона. Устанавливаются собственники магазина, которые реализовывались. По результатам данной проверки будет принято профессиональное решение. Продолжение следует...